Друзья, приветствую! Алексей из Тюмени прислал образцы масла Total Quartz Aineo ECS 530. Это масло допуска C2, ну и Peugeot Citroёn группы PSA допуск. Так вот баночки, они запачкались. Три баночки две с отработкой и одна со свежим. Значит, Алексей не прислал мне свежее. То, которое заливал, прислал свежее из литровой канистры. Он покупал на доливку, попросил проверить, сверить с тем образцом, который у меня есть в базе прибора. Ранее я проверял, мне тоже присылали, по-моему, с Citroёn, поэтому эталон у меня осознан. Ну и баночка еще осталась со свежим. Сейчас прибор проверит частоту окон, измерит фон. Необходимый такой процесс калибровочный. Вот. И я проверю. Проверю сначала свежее, сравню со своим эталоном. Посмотрим, насколько оно оригинальное. Вот. Значит, и потом отработку. Так, ну, смотрите, картина какая. Противоизносных присадок. Треть. Гликоль. Очень низкий. И я что-то тут ускорил. Ускорил. Поджал. Заметил. Ну, видите, по спектрограмме. Красное – это эталон, черное – это данный образец. На красном видно, что в масле есть эстеры. На эталоне здесь их нету. Ну, очевидно, что это не то масло, которое заявлено. Вот видите, 0,95 кислотность. 7,1 щелочное. Ну, однозначно, это подделка. Налито какое-то. Ну, скорее всего, моторное, но несоответствующее. То есть, какое-то из самого дешевого. Ну и давайте приступим к проверке отработки. Это Citroën C3 Пикассо 2010 года. 1,6 EP6. Мотор 120 сил. 260 тысяч пробег на моторе. На масле 2,5 тысячи. 156 моточасов. Городская езда. Так, смотрите. 53 процента по противоизносным присадкам. Быстренько они утоварились. Как говорится, значит, кислотное 2,15 и щелочное 2,9. Очень быстро упало. Честно говоря, ну, видно, скорее всего, быстро противоизноска срабатывается. Видимо, есть на моторе какие-то проблемы. Хотя Алексей написал в описании, что мотор делали головку на 200 тысячах, 60 тысяч назад и колечки меняли. Но, тем не менее, тем не менее, противоизноска расходуется. Так, после первого анализа, после отбора пробы Алексей долил литр. Значит, это пропан-бутан, кстати. Катализатора нет. Так, и вот масло практически 300 мот часов образец. Второй образец. Противоизносные присадки также активно срабатываются. Чуть-чуть еще подросло кислотное и щелочное 2. Но здесь, что необходимо учесть? Доливка литр. Смотрите, сажи, гликоля нет. В общем-то, сажи нет на 300 моточасах при городской езде. Вот это газ. Да, меньше оставляет сажи всякой. Значит, но очень активно срабатывалось. Ну, масло изначально слабенькое. Было в эталоне 6 щелочное, и 1,55 кислотное, когда я создавал. То есть, скорее всего, в первом образце активно повлиял несливаемый остаток. Далее была доливка существенная, литр. Ну, вот непонятно. Мотор ремонтировали, но на 2,5 тысячах потребовалось, значит, долить литр. Что-то как-то не очень, мне кажется, отремонтировали. Ну, и посмотрите, какая картина по вязкости. Очень сильное загущение у масла. Посмотрите, ну, практически, я не знаю, на треть. Да, очень сильное загущение. А это может говорить о том, что неправильная смесь. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, нажимайте колокольчик. Да, по загущению. Бедная смесь. Высокая рабочая температура. Вот, и поэтому такое загущение. Так, ну, и вот два прогноза. По первому прогнозу, вы видите, здесь 188 моточасов. Оценочный ресурс. Быстро срабатывалась городская езда. Вот, и по второму, видите, на... Сколько это у нас тут? 12. На 88 моточасов побольше. Ну, хочу добавить, да, что здесь литр доливка. И, кстати, я посмотрел, между двумя интервалами, между первым образцом и вторым, средняя скорость выросла. Если на первом интервале она была 16, то и посчитать отдельно второй интервал, там уже 18 с копеечкой. То есть повеселее, ну, полегче какой-то режим. Видимо, больше было езды более скоростной. Вот. Эти оба образца использовались с февраля по март. Были сильные морозы, много прогревов. Вот. Ну, что можно констатировать? И поделюсь своими размышлениями. Возможно, они в чем-то ошибочны. Но я считаю, что здесь неправильно отрегулирована смесь. Она очень бедная, забеднена. Возможно, это сделано для расхода. Но, видите, обратная сторона. Это однозначный перегрев. Камера сгорания, температура высокая. Это, естественным образом, отражается на масле. Масло поджаривается дополнительно. Значит, и это, на мой взгляд, сокращает существенным образом его ресурс. Это первое. Второе. Само по себе масло достаточно слабенькое. С2-6 начальное. Значит, щелочное. То есть непонятно, зачем Алексею использовать данное масло. Тем более, что нет катализатора. Сюда надо что-то покрепче. Мотор сделал из масла минимум сороковку. Поэтому, если езда на таком варианте никаких дискомфортов не доставляет, то вполне можно использовать 5-40 какой-нибудь. А5-B5. Ой. Ну, извиняюсь. А3-B4. Но полнозольный. И то, и то, в принципе, полнозольный. Ну, да. Вот. Ну, и не переплачивать. Мне кажется, за... Тем более с такими рисками приобретения подделок. То есть совершенно никакого смысла не вижу. При доливке литр. Однозначно, это масло не годится в этот автомобиль. Алексею могу посоветовать приобретать какой-нибудь лукойл. Газпром. Премиум там, например. Заливать. И я думаю, что и автомобиль будет себя лучше чувствовать. Хотя здесь уже совершенно очевидно. Есть по мотору проблемы. Мотор уже, на мой взгляд, подустал. То ли там задиры есть. Поэтому... Ну, потому что расход достаточно высокий. Масложор. Ну, вот. Я, кстати, извиняюсь перед Алексеем. Сразу после проверки я ему скинул результаты. И они там ошибочные были. Я неправильно указал пробег. И моточасы заявлены. И поэтому там вся картинка сдвинулась. И увидел это только вот на монтаже. Благодарю Алексея за предоставленные образцы. За поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.